Русский хоккей наконец-то вернулся в Самару после трехлетнего перерыва. Один из ведущих в прошлом клубов высшей лиги России, подшипник, теперь в турнире первой лиги принимал своих земляков торпедовцев Сызрани. И словно по заказу была отличная погода и был хоккей, по которому так соскучились в областном центре. Самарцы взяли убедительный реванш за поражение в первом круге, одолев торпеда в двух матчах с одинаковым счетом 3-0. Спасибо самарскому предпринимателю Владимиру Долгову и по совместительству играющему тренеру подшипника, решившему возродить русский хоккей в Самаре. Хоккей с мячом надо развивать, продолжать в Самаре. Если мы его не поддержим сегодня, то завтра народу вообще некуда будет идти. Только во дворцах спорта, в теплых помещениях. Я думаю, для здоровья людей это не смысл собираться. Дома можно греться, около телевизора. А больше надо сейчас думать о здоровье людей, о том, чтобы они общались на воздухе, обменились мнениями своими. И вообще, чтобы русский хоккей, национальный вид спорта, был, как говорится, жил и продолжал жить в городе Самаре. Вот это нужно делать обязательно. Сама игра два дня очень показала, что хоккей с мячом, в общем-то, должен жить в Самарской области. Есть две команды уже, играют неплохо, хорошо. Есть ребята молодые. Надо хоккей, конечно, поддержать. За счет чего сегодня все-таки самарцы одолели своих земляков? Ну, Самарцы одолели, во-первых, я скажу, что они поопытнее. Все-таки девять человек из команды, они же играли и в высшей лиге, и в первой лиге, и в финале играли России, чтобы выйти в высшую лигу. Поопытнее просто. Ну и, конечно, два игрока, вот Сундеев и Платонов, они делают по году. Они опытные игроки. Продолжение следует... Продолжение следует...